Доктор Билл Бекон Приветствую, с вами снова Доктор Билл. И сегодня эта передача будет отличаться от того формата, к которому вы привыкли. Мы попросим Марину, которая работает в нашей клинике и одна воспитывает сына, рассказать вам историю о тыкве. Каждый год мы рассказываем эту историю на осеннем фестивале, который мы проводим на ферме Агапа. И вы заметите, что Марина будет одета в красивый красно-белый фартук, который вы видите и на мне. Ее мама-вдова, и именно она шьет эти прекрасные фартуки. И мы сейчас запускаем проект для вдов и сирот. Если вы захотите приобрести один из этих замечательных фартуков, напишите мне. А сейчас давайте зайдем в дом и познакомимся с Мариной и ее сыном. На примере тыквы можно рассмотреть историю, как Бог действует в нашей жизни. У Иисуса есть разные тыквы, большие, маленькие, чистые, грязные. Однажды он прогуливался и увидел тыкву красивую. Он выбрал ее, принес к себе домой, очистил от грязи и решил посмотреть, что там внутри. Макар, ты хочешь посмотреть и узнать, что там внутри? Да. Давай посмотрим. Макар, что ты видишь внутри? Много сплошной грязи. Давай очистим ее. Давай. Помогай мне макар чистить. О, сколько здесь грязи. Так же Господь нас очищает, всю нашу грязь упирает. Теперь наша тыква чистая. Что не хватает тыкве? Глаза. А зачем глаза тыкве? Чтобы видеть мир, который создал Иисус. Да, давай сделаем глаза. Теперь наша тыква видит. Что не хватает еще тыкве? Улыбки. Улыбки. Давай сделаем улыбку. Теперь наша тыква готова. Тебе нравится? Там слишком темно. Мы можем это исправить? Можем. Иисус сказал, я есть свет миру. Давай вложим в нашу тыкву свет и посмотрим, что получится. Теперь нравится наша тыква? Да, я вижу Божий свет, мама. Там есть свет. Иисус дал нам улыбающее лицо и вложил в нас свет, чтобы мы могли сиять всему миру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.